Как на программе строится учебный процесс? Наша программа реализуется в онлайн-формате. То есть мы используем какие-то сервисы, видеоконференц-связи. И каждый курс использует возможности для онлайн-обучения, которые предоставляют самые разные платформы. Самое главное, у нас сохраняется синхронный формат. То есть занятия начинаются в 18.30 по московскому времени. И идут примерно до 21.00, 21.30. У нас нет жесткого требования, чтобы все слушатели посещали занятия каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что наши студенты, они находятся в разных часовых поясах. И от Китая до Латинской Америки. И не всем удобно жить по московскому времени. Поэтому каждое занятие у нас записывается. И сразу же они выкладывают, все видеозаписи выкладываются на доступные ресурсы. Вы в своем режиме можете просмотреть, скачать, посмотреть и проработать тему, которую обсуждали на занятии. Мы стараемся строить расписание таким образом, чтобы не загружать вашу субботу. Потому что мы понимаем, что есть какие-то другие дела, есть какие-то увлечения. Наверняка вам захочется влюбиться. Наверняка вам захочется где-то погулять. Поэтому субботу и воскресенье мы занятиями не нагружаем. И еще одно очень важное обстоятельство. В принципе, какие-то занятия, какие-то семинары, работы по проектам проходят у нас на кампусе. И те студенты, у которых есть возможность приехать к нам в офис и принимать участие в работе лаборатории вживую, мы всячески приветствуем и поддерживаем. Если речь идет об иностранных студентах, которые остаются в своей стране и учатся исключительно онлайн, то у нас, в принципе, проработана схема, когда такие студенты могут приезжать к нам на стажировку, на очную стажировку, на короткое время или же на продолжительное время. Это каждый раз решается в индивидуальном порядке. Какая система оценивания? Система оценивания достаточно стандартная для вышки. Оценка складывается из накопленной и финальной. Выполнение финального задания. В накопленную оценку не входит ваше посещение. Почему? Потому что многие наши студенты находятся в разных часовых поясах и у нас нет жесткого требования присутствия в момент занятий на паре. Текущая оценка складывается из каких-то заданий и решений о задаче, которые вам предлагает ваш преподаватель. С другой стороны, примерно 60% — это ваша итоговая работа. От курса к курсу меняются задания, но это, как правило, это какой-то проект, который вы должны будете сделать, предъявить, показать вашему преподавателю и проработать его с ним. Защитить, презентовать или же что-то доработать. Накопленная или текущая оценка и финальная соотносятся примерно срок на 60. И здесь важно понимать, что прокторинга у нас нет, и мы не используем такой формат, как очный экзамен, когда синхронно в моменте вы отвечаете на какие-то вопросы, которые задает вам преподаватель. Главное, на что мы ориентируемся, — это ваша самостоятельная проектная работа. Что должно быть в портфолио? В портфолио входят достаточно стандартные документы. Это документ об образовании, это рекомендательные письма, которые вы получаете от двух каких-то коллег, это ваше мотивационное письмо, и обязательно это какое-то подтверждение знания английского языка. С этим есть некоторые сложности, наверное, и их стоит подробнее проговорить. Если у вас есть какой-то формальный сертификат, вообще вопросов нет и проблем тоже никаких нет. Вместе с тем мы также принимаем в качестве подтверждения достаточного владения английским языком такие факты, что вы прежде уже проходили учебу на английском языке, или же что вы можете пройти тестирование в университете, или же на каких-то доступных курсах, и показать нам этот сертификат. Или же у вас есть опыт работы в международной компании с английским языком, или у вас есть академические публикации на английском языке. То есть нас, в принципе, удовлетворит целый набор свидетельств того, что вы достаточно владеете языком для того, чтобы без проблем и без стресса учиться на программе. Кроме всего прочего, в портфолио вы можете приложить любые другие документы, которые вы считаете каким-то образом подтверждают вашу квалификацию, ваш интерес и какие-то ваши достижения. Понятно, что если вы прекрасно плаваете или же катаетесь на коньках, это замечательное достижение, но его мы вряд ли сможем учесть в конкурсе «Портфолио». Я бы вам предложил подумать о любых других документах, материалах, которые подтверждают ваши умения и вашу заинтересованность именно в профиле нашей программы. Какой режим коммуникации с преподавателями? Наши преподаватели очень открыты для общения и всегда доступны. Способы коммуницировать с ними и взаимодействовать достаточно стандартные. Во-первых, во время занятий, консультаций и семинаров. Во-вторых, вы можете писать им на электронную почту или же у нас будет организован специально для вашего курса телеграм-канал, телеграм-чат, в котором вы можете задавать вопросы и при необходимости, либо если, например, преподаватель не заметил вашего вопроса в телеграм-чате, наши кураторы, администраторы, они зафиксируют, что был вопрос, и проконтролируют, что преподаватель его увидел и с вами связался. Какие у программы возможности для занятий научной работой? Исследовательская научная работа встроена в структуру магистринской программы. С одной стороны, есть проектный семинар, где студенты, где слушатели решают практически конкретные кейсы и запросы от наших коллег и других студентов, которые приходят на такую мастерскую. Во-вторых, есть научно-исследовательский семинар, где мы аккуратно разбираем, что такое научная работа, каковы требования к методологии, к предъявлению и описанию данных, какие есть требования к обзору литературы, к анализу литературы, и какие пожелания есть к интерпретации данных и к обсуждению данных. С другой стороны, поскольку программа реализуется на базе Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, студенты очень часто включаются в текущие проекты сотрудников лабораторий, сотрудников и преподавателей программы. И с этой точки зрения решаются сразу две задачи. Вы занимаетесь научной работой, и с другой стороны, вы получаете конкретный опыт академического взаимодействия, публикаций и публичной презентации и защиты своих работ. Какая у студентов нагрузка на программе? Программа строится модульным образом. И в каждом модуле, это примерно два месяца, вы проходите три, максимум четыре дисциплины, по которым вы занимаетесь углубленно и систематически. В среднем мы делали такие замеры изучения. В среднем это примерно 20 часов в неделю. То, что требуется студенту для того, чтобы и участвовать в лекциях, и в семинарах, и участвовать в каких-то проектах. Понятно, что это только в среднем. У кого-то, у кого достаточно хорошие базовые навыки, либо в статистике, либо в программировании, или же еще в каких-то направлениях, естественно, это очень сильно экономит время. С другой стороны, некоторые студенты настолько глубоко вовлекаются в исследовательскую программу и преподавателей, и лаборатории, что они могут достаточно много участвовать в рабочих группах и выполнении текущих задач по исследовательским проектам. Но примерно это 20-25 часов в неделю. Есть ли рекомендации перед началом обучения? Я бы очень сильно порекомендовал усилить ваше знание в программировании. Большинство преподавателей работают в пакете ART. И если вы возьмете какой-то базовый курс кодинга в ART или же в Python, то это в значительной степени снизит тот стресс, который вы будете испытывать, когда преподаватели будут вам давать задачи в рамках своих курсов. Тем не менее, у нас предусмотрены некоторые дисциплины и некоторые возможности для того, чтобы усилить ваше умение и знание, потому что у нас будет вводный курс по статистике, и у нас обязательно будет вводный курс про Python и про ART. Второй момент. Если у вас есть такая возможность за ближайшее время подтянуть свой английский, я думаю, что это лишним не будет, потому что вся программа, вся коммуникация и преподавание идут на английском языке. Субтитры сделал DimaTorzok